добрый вечер дорогие друзья я продолжаю рассказ обещанный вам это продолжение темы выйти замуж за иностранца история которая произошла лично со мной да я практически все может быть какие-то мелкие детали конечно подзабылись но я очень четко все помню и так мой первый рассказ остановился на том что в городе фрайбург там где мы были у друзей моего даже не знаю вряд ли его можно назвать женихом но ехала то я точно замуж выходить то есть я прямо настроена была знаете как ехать и выходить замуж вы наливаете себе тоже чеку я вот пирожная аленка это не реклама слопаю сейчас и когда девушки ну понятно что предложение было сделано в письме этом письменном и в письменном виде все это было рассказано там мне в таких красках шикарных детей то моих туда заберут и маму то больную мою туда увезут и в пансионат то в ее хорошее устроит то есть все было в таких потрясающих тонах что ну не знаю я склонна верить людям ну вот такая вот я ну что теперь сделаешь поэтому ожидание праздника на 99,9 процента лучше самого праздника по крайней мере в моей жизни так получается но тут я была уверена что если я еду все-таки выходить замуж еду в качестве невесты но уж меня там обеспечить самым основным уж по крайней мере покормят по крайней мере там если какие-то детали какие-то вещи что-то я там подзабыла мне наверно купят потому что я человек нерасточительный я очень экономный я к своим средствам отношусь бережно и точно также к чужим мне у меня нет такого что пойду сейчас выпотрошу не мое же подумаешь поэтому я была спокойна в этом отношении и была уверена денег у меня с собой не было ни о каких швейцарских франках я тогда даже и мыслить не могла у меня были были рубли о том чтобы пойти в банк обменять то есть как но я не знаю я далека была до всего абсолютно но я ехала извините на все готовое так как мне написали так как меня уверили во всем в этом не было причины переживать и сразу заведомо знаете как блондинка за углом вот у нас родится сын вот он туда-то поедет вот он это вот он то у меня такого не было мне все было наоборот очень даже это это не грезы были это как раз были мечты мечты которые практически вот еще чуть-чуть и все и все сбудется если возникает немножко отошло но это надо сказать если говорить о нашей разнице в возрасте меня поймут многие многие не поймут многие поймут но это и нормально каждого свое мнение так вот я рано потеряла папу папа рано ушел из жизни я рано вдовела и поэтому я во мне очень много грузинской крови она доминирует я так думаю во мне все-таки доминирует плюс во мне еще кровь греческая потому что папа у папы был папа изот александрович я тут изучала тоже имена то есть пыталась все это а его а его усыновили в свое время шарапов его усыновил дал ему эту фамилию то есть я до конца вот по этой линии я не знаю своего древа но судя по имени скорее всего там тоже что-то греческое поэтому у меня столько там всяких смешений во мне и я так думаю что вот эта порядочность и чистоплотность то есть чтобы меня никто не запачкал я имею ввиду вот в близких отношениях для меня это свято и у меня таким был папа и у меня такая была мама то есть у меня генетически меня от всего от этого вот от постороннего от грязного меня просто тошнит и выворачивает я даже когда слушаю подобное подобные вещи мне плохо а уж тем более если позволить что-то по отношению к себе поэтому когда я согласилась на это предложение человеку а мне 33 но когда я мыслила эту поездку оправдывала свое согласие я рассуждала следующим образом что он не заменит отца он не заменит мужа он не будет опорой он не будет поддержкой он мудр он взрослый то есть у меня будет тепло дома чак борщи то есть вот забота обо мне то чего я лишилась рано потеряв папу то чего я не могла отдать потому что умер дима и я бы с удовольствием заботилась и дальше но лишена была этого то есть мне хотелось свои навыки умения там в кулинарии там в уюте там не знаю в дизайне во всяких таких мелких каких-то вещах вот как там детальки я рукодельница то есть все это я много что умею делать просто сейчас в жизни вот как то вот ну вот сейчас другие приоритеты я хотела все это тоже сделать свить гнездо и пусть думаю ну сколько отмерено столько поживем но вы же понимаете прекрасно что человек может уйти из жизни и в 20 и в 30 лет а люди до ста и с лишним лет доживают поэтому мысли о том что человек намного меня старше и раньше меня уйдет из этой жизни как многими говорят да натаха да поезжай да там потом тебе все достанется бог свидетель у меня никогда подобной мысли не было и быть не могло вот при встрече с его папой когда мы навестили папу он жил отдельно в большом доме серый каменный дом немножко может быть мрачный дом на первый взгляд как то вот понимаете все это необычно для них это нормальное явление в черешневом саду и папа мне сказал наташа выходи замуж за меня то есть его папа зачем тебе он говорит такой жадный он такой скряга сын мой нафиг он тебе нужен и я еще посмотри какой молодец я еще и сад окучиваю и дом содержу сам выходи за меня замуж сколько поживем столько поживем а потом хозяйка во всем этом останешься у меня даже такое там предложение было я говорю спасибо большое то есть это я уже в то время знала что карету мне карету сюда я больше не издец сюда я больше хрен приеду в общем ну я имею в виду вот на тот момент я бы с удовольствием съездила в Шейцаре в качестве туристки еще побывать посмотреть страна потрясающе красивая вот но вот в плане вот выйти замуж спасибо нет ну мы посмеялись поговорили поговорили и как бы вот такой ну такой разговор состоялся давайте вернемся к тем событиям на которых закончился мой первый рассказ а закончился он на том когда мы пообедали во фрайбурге и вот опа и ома дедушка с бабушкой благословили нас в обратную дорогу и на прощание значит когда мы уезжали дедушка говорит Райнхайдер говорит слушай ты Натахе купи побольше косметики в союзе этого нет а она ну что там она в детском саду работает что у нее большая зарплата что ли ты хоть поможешь ей она там девчонкам привезет кому подарит кому продаст какие-никакие значит там вот деньги будут ну то есть они то сами из союза только приехали они прекрасно понимали что у нас то время все это было в фаворе то есть польская косметика и всевозможные там ну как эти помните да цыганки все шарфы и шарфы девочки жувачка жувачка феррарики феррарики босоножки на дне ну и пошла нафиг ну в общем вот это все у нас процветало я говорю да я не занимаюсь этим я говорю дедушка он говорит ничего ничего научишься а жизнь заставит ничего а я тебе что ты продашь он тебе сейчас вот купит он говорит ты купи прямо так вот знаете настойчиво он ему на немецком а мне на русском и мы отправились в обратный путь мы заезжаем в магазин потому что нам нужно купить эти продукты он всегда покупал в Германии потому что намного дешевле было в пересчете франки на марке меняли он покупал продукты там и мы заезжаем в магазин перед тем как пересечь границу на севере Германии со Швейцарией и он меня спрашивает он говорит Наташ ну вот там вкусно же было может быть ты дома тоже вот приготовишь вот то что там было я говорю да с удовольствием надо только купить продукты которые нужны и вот тогда я оторвалась то есть он же не знал что конкретно нужно купить а я значит чтобы немножечко так сказать побольше чего то было в доме а сейчас расскажу чем мы питались я уже и вот это надо для борща он говорит борщ сильно мне понравился вкусно я говорю так я же тебе говорила давай сварю и вот это надо для борща и вот это надо для борща он говорит вот это я говорю и это надо для борща короче много чего понадобилось я говорю русский борщ понимаешь здесь надо чтобы вот это было ну я как бы знаете впрок впрок не знаю что меня завтрашний день ждет что завтрашний день будет Но самое сложное было Это купить Мозговую косточку Я когда посмотрела К мясной лавке Все в стекле, они все в чепчиках Они все в нарукавниках Продавцы такого в жизни не видела У меня глаза разгорелись Разбежались Я не знаю, что делать Он говорит, пожалуйста, мясо Отсюда, оттуда отрезанное Я говорю, да нет Мне нужна ему показывать Косточку На грудь же мне нужна грудинка Понимаете, грудинка Я не знала, как это по-немецки Как объяснить Как я долго ему объясняла И так, и сяк, и прыгала Народ собрался Шоу, шоу, банихила Никуда не надо Русская женщина Объясняет, значит, швейцарскому продавцу Что ей надо для борща Я говорю, суп русский буду варить Говорю, красный со свеклой Тоже свеклу тогда не знала, по-моему Я как по-немецки А я сейчас не знаю Я сейчас не знаю, как свекла Надо будет посмотреть Вот Короче, я ему объясняла Ну, там можно было взять и показать Я говорю, суп буду Вот это все Я говорю, мне надо мясо Он говорит, так вот, мясо Ну, в общем, долгая история была Но догадался все-таки он В конце концов Но это было не сразу Он мне говорит, вот, знаете Вот мозговая косточка Прямо все Там мозга полная И еще, значит, грудинки Я ему показываю Ой, ну смех и грех Я ему показываю Мне грудинка, ну как я покажу Ну, как мне еще показать Ой, я не могу Сейчас вспоминаю Я представляю Понимаете, люди Да, мне было всегда все равно Я искренне Естественное Ну, что есть, то и есть Ну, не нравится, уйдите Нравится, смотрите Весело, улыбаетесь Грустно, значит, поплачьте Ну, что теперь, я говорю У каждого свое восприятие На то или другое На одно смотрят А у каждого разное восприятие Вот, наконец, мне все это дело купили И выходим из магазина А он мне, значит Составили все Вот, как сейчас все это вижу Как сейчас все это помню Сейчас даже вижу расположение магазина Из одной, значит, мы выходим Поставили сумки в машину Он говорит, пойдем Я говорю, зачем? Я говорю, мы все купили, все, что нужно. Он говорит, пойдем. И ведет меня обратно. Но заходим не в эту дверь, а которая левее. А там, оказывается, промтовары были. Мы заходим туда. Ну, Опа сказал, так зовут дедушку, Опа. А бабушку Ума. Опа сказал купить Наташе косметики. Ну, и вот он как бы послушался старшего. И мы зашли в промтовары. И сразу в косметический отдел. И он говорит, ну, вот надо тебе купить. Я говорю, что ты хочешь? Я думаю, господи, да ничего мне не надо. Он говорит, нет, надо. Ну, вот надо. Я говорю, ну, хорошо. Раз надо, значит, я что-то выберу. И вот я выбираю. Потрясающего цвета. Наверное, знаете, нет, не такого. Такая пастельная сирень. Пастельная-пастельная. И с таким перламутром. С красивым-скрасивым. Понимаете? Я как-то тогда к этому цвету была равнодушна. Почему мой выбор упал именно вот, может быть, потому что столько было в ней перламутра. Она была красивая. Но я сразу же, так как я все люблю смешивать, вообще все. Меня вот, вот, мне надо обязательно смешать цвета, смешать, продукты все перемешать. Значит, тоже, ну, я многие вещи смешиваю. Я сразу подумала о том, что я смогу ее долго использовать, нанося небольшим слоем сверху любой помады, чтобы вот было красиво. У меня сразу мысль такая. Я как сейчас помню эту мысль. И я ему говорю, вот я вот эту хочу, купи мне, пожалуйста, вот эту. Он смотрит на нее, смотрит на ценник, смотрит на другие. И говорит, а вот эта-то лучше, показывает мне. А там, значит, раз в пять или в шесть дешевле цена. Другие, другие помады стоят. Я говорю, нет-нет, спасибо большое. Я говорю, вот это не надо. Я говорю, купи мне вот эту. Мы торчали там минут тридцать. Он так и не покупал мне эту помаду. Он убеждал меня, что лучше купить четыре вот таких, чем одну вот эту. Он говорит, ну, здесь же, он мне объясняет, ты какая-то глупая женщина. Ты русская тупая баба. Ну, переведя уже на наш, на простой язык, если бы вот так, знаете, подтекст такой. Тебе зачем одна, когда тебе я четыре куплю за эти же деньги? Я все прекрасно понимала. Что он говорит? Я ему говорю, я понимаю. Я говорю, ну, это бессер. Я говорю, то есть это лучше. Я говорю, вот эту, одну. Я говорю, не надо мне, говорю, вот этих четыре. Я говорю, купи мне вот эту. Одну. И мне хватит. Я говорю, ничего продавать не буду. Ничего мне не надо. Продошла продавщица. Одна, другая, вам помочь что-то. Я говорю, нет-нет, спасибо большое. Я говорю, мы справимся. Ушла. И все там, значит, стоят и наблюдают эту историю нашу. Что мы тут, значит, отзывали. Я так устала, я повернулась, ушла. Ушла, села в машину. Я так вот от этого. Я вообще магазины не люблю. Конечно, там это все было очень красиво, интересно. Для меня это была диковина такая, понимаете. Это 92-й год был. 92-й, можете представить себе. Пустые совершенно прилавки с килькой в томате, только они там, эти пирамидками в наших магазинах. У меня фотографии есть, где я стою вообще пустая, но они, правда, в 93-м году сделаны. Потому что я, нет, наверное, я со вторым. Я со вторым был все-таки. И, значит, и там вот это изобилие. Но я уже так устала от всего, от этого. Ну, то есть моя душа, в принципе, она не любит магазины. Это было все интересно, но она не любит. Я ушла и села в машину. Не было там вот этих вот, чтобы там пиликать. Все просто открыто, две дверцы, я села и сижу. Возвращается. Он меня опять берет за руку. Он меня опять тащит в этот магазин. Господи, прости меня, но нет уже человека на земле. Ну, нельзя о людях плохо, понимаете. Ну, вот вы вот расскажи, да расскажи. А как вот без всего, без этого рассказывать? Ведь это жизнь, это то, что я прожила, то, что со мной было, в реалии было. Я как сейчас это вижу, всю эту картину. Ну, вы думаете, он повел меня для того, чтобы купить то, что я попросила, и в качестве компенсации за моральный ущерб еще что-нибудь подобное с перламутром. Ну, человек понимает, что понравилось женщине. Это же не надо все. У меня Кемал прекрасно разбирается, какие подарки подарить. У него вообще не возникает этих проблем. А тут, понимаете, он меня опять подводит к этому прилавку и говорит, ну, давай вот эти четыре купим. Я тут уже дернулась. Я сказала, мне ничего не надо. Я просто уже вот так вот резко и ушла. Он купил и эти четыре, и эту одну. Логика вообще какая-то странная. И, значит, и мы поехали. И мы поехали. А дай, сейчас расскажу, что было дальше, когда мы приехали домой. Хочу просто вернуться, как мы питались раньше, почему, значит, я такая была одержима тем, чтобы сварить борща. Во-первых, в России, конечно, это не совсем, ну, не совсем хорошо, когда мы с вами борщ второй день едим, иногда и третий день едим, отливаем, разогреваем, значит, общую кастрюлю не греем, отливаем, разогреваем и кушаем. Я могу и на четвертый день поесть. Мне нормально. Он чем стоит второй день, и третий, он еще вкуснее становится. Я думала, наварю, понимаете, хоть несколько дней, я не буду там голодать. У меня желание было прямо вот именно вот, чтобы было вот русский борщ. Опять же, ностальгия, вот у меня все, все там было вот чужое, нет единения, нет понимания. О какой там любви речь может идти вообще, невеста? С какого теста, непонятно. Поэтому для меня этот борщ, это была родина моя, понимаете? Даже борщ, это все, это мое, вот оно родное было. Я думала, хоть этим погреюсь. Чем мы питались? Мы ели йогурт на завтрак, в тостере сухую подсушенную булочку кусочек. Все, что ли? На обед могла быть кусок, на обед могла быть дыня, кусочек, либо яблоко. На ужин в пакетах тогда, для меня это было ужасно, я даже есть это не стала, почему я голодная была. Потому что для меня впервые тогда видела, как можно взять пакет, в кипящую воду его бросить, он там, значит, разогрелся, потом его разрезать и содержимое из него вывалить на тарелку. Понимаете, вот на сколько лет мы отстаем, они там уже давным-давно все это ели, а мы даже в фантастических фильмах не могли это еще и увидеть. У нас такого близко даже не было. Но что делал он в связи с тем, что он настолько экономный человек, я тоже очень экономный человек, но все же в разумных пределах. Суп этот, значит, не суп, а вермишель, что-то макаронное с мясом, с соусом, с подливом уже там в этом пакете. Красивый пакет с этими, со всякими там серебряными, золотыми, ну, красивый пакет, все там написано, реклама, все дела. Вот в кипящую воду бросил, он там, значит, поболтался сколько-то, потом, значит, шумовкой он его достает, он мне показывает, как это делать, чтобы я знала тоже. Он разрезает его, содержимое вываливает на тарелку, а туда вовнутрь, так как там еще и соус остался, и там, значит, может быть, кусочек мяса там задержался в этом пакете, он из этой же воды, из кипящей, в которой только что вот этот из магазина, где там вот все этот пакет этот, варился с этими, с элементами блесток, там все там вот это плавает, он зачерпнул в этот пакет, поболтал, значит, его, и тоже на тарелочку с макаронами, с мясом с этим вылил. Я поблагодарила, сказала, а я сегодня на диете, я говорю, у меня сегодня пост, я сегодня не кушаю, и я так это тактично отказалась от ужина. Когда я попросила, увидела в магазине еще до этого на прилавке шоколад швейцарский, я тогда понятия не имела, как он вообще, какой он на вкус. И даже и рекламы у нас не было, там, в Альпах, там, самый лучший, я тогда об этом вообще не знала, что лучше швейцарского шоколада, шоколада нет в мире. Я просто увидела прилавок длиной, наверное, метров 20, на котором только шоколад, да еще в 5, наверное, рядов. И, значит, швейцарцы, немцы, они же все педантичные очень, они все точные, они очень заботятся о своем здоровье, и это правильно, это правильно. Но надо же человека постепенно ко всему готовить, понимаете, я меня так, раз, так из огня, в полы мят, там, из воды, там, куда-то, я не знаю. И я, значит, показываю, говорю, купи мне вот это. Увидела шоколадку, значит, купи, знаешь, что она калорийная, думаю, я ее буду кушать постепенно, и чувство голода мое притупится. Он мне говорит, нет, это нельзя, у тебя от этого зубы выпадут. Вот, идем мы дальше, я говорю, может быть, вот эту можно, я уже, понимаете, саркастически стала, ну, тут нельзя, зубы выпадут. Я говорю, может быть, вот эту шоколадку? Он говорит, нет, здесь очень много калорий, ты будешь толстая. Что ж это такое, думаю, там выпадут зубы, тут, значит, я буду толстая. Говорю, думаю, куда ткнуть-то? Вот, значит, проходим все, я говорю, обратила на цены, то есть здесь было, здесь было дело действительно не в цене, там на самом деле дело было именно в калориях, в наличии, в количестве сахара в этом шоколаде. Он на самом деле реально меня оберегал в данном случае. И, значит, там нашли мне шоколадку, которая ноль калорий, в которой там нет сахара, короче, в которой нет ничего. Особого удовольствия она мне такого не доставила, но было вкусно. И на том спасибо, купили мне вот шоколадку. Вот, ну так вернемся к моменту, когда мы с продуктами после посещения Фрайбурга пересекли границу уже с купленными со всеми продуктами к борщу и все там остальное, что я по рамузам. Немножечко взяла, плюс, кстати, помада. Четыре мне совершенно ненужных, я этот цвет никогда бы в жизни не применила по отношению к себе для макияжа. А и моя любимая, которая мне там сильно понравилась. Мы приехали домой. Мы что-то, по-моему, там чай попили, чаю выпили. И вот я села за стол и любуюсь этой помадой. Я вижу эту картину, как сейчас. А стол был круглый, стол был деревянный. Сверху была скатерти клееночка. Но деревяшечка там на столе, ну настоящий, может быть он даже дубовый был, я не знаю. Но он был круглый, с такими вот там ножками. Я обожаю такие столы, семейные. Семья бы сидела, знаете, как здорово. Ну там неровная была поверхность у стола. Да, какая-то дощечка там как-то так. Не поднимала я скатерть, не смотрела, но рукой провожу, она неровная поверхность. И вот я выкрутила помаду, поставила, смотрю на нее. Смотрю на нее. Красивая такая вся. Вот он подходит ко мне, берет тоже, значит, этот, как сказать-то, тюбик, тюбик, да, ставит в другое место и попадает все время вот на это место, где неровный стол. А на чпок падает. Я беру, значит, опять ее ставлю в другое место. Он опять берет, и что он хотел этим показать, я тоже как сейчас эту картину вижу, я так и не поняла, и до сих пор не поняла, и не пойму, наверное, никогда. Да, теперь уже, как я пойму, что это он хотел. Хотя была фраза сказана такая, что, когда я ему сказала, ну что ты делаешь? Ну я-то так, знаете, как-то так, с недоумением, без злобы, без всего. Говорю, ну что ты делаешь? Я говорю, ну ты же сейчас ее испортишь. Я говорю, ты же, я говорю, она же сейчас упадет, я говорю, там, и все, и надломится, я говорю, пусть стоит. Да, я говорю, я полюбуюсь. И мне, значит, было сказано, да, было сказано, я сейчас вспомнила. Он говорит, я заплатил за это деньги, это я купил, я имею право и посмотреть, и пусть падает, в общем, что хочу, то делаю. Я говорю, так ты же купил-то мне, они же рационалисты. Я ему говорю, так ты же сейчас сломаешь. Я говорю, и деньги, говорю, на ветер. Я говорю, зачем же, говорю, пусть уже, я говорю, давай я все это уберу. В общем, что-то он там дернулся, долго эта история у нас продолжалась, то есть он туда, я сюда. Ну меня, может быть, тоже уже там заусило где-то, я уже не знала, как себя вести, просто не знала, как себя вести. И вот он с таким настроением, с полпинка заводится сразу, очень такой эмоциональный человек. В письмах все было, тихо-тихо, понимаете, тихо-тихо было. А на самом деле, вот мне одна девушка писала, кстати, Анташа, я переписываюсь там с человеком, он срочник, вот он заканчивает службу, вот мы там переписываемся, вот он, значит, переезжает, не помню сейчас дословно, но вот вы посоветуете, как что, я и написала, солнышко, миленькое. Я говорю, я не могу вам советовать, и не хочу, и не буду вам ничего советовать по этому поводу. Самое худшее, что может быть в данной ситуации, это вот посоветовать вам чего-то. Потому что вся эта переписка, это может быть одно в жизни совершенно другое. И многие сейчас, вот вы смотрите, слушаете меня, соглашаетесь, потому что многие на себе это все испытали. Так вот, он возвращается к столу с двумя бумажками. Одна синего цвета, другая, по-моему, розовая, бледная такая розовая. И он мне начинает втюхивать, понимаете, вот говоря по-русски, прямо втюхивать. Типа ты ничего не понимаешь. То есть, что покупка вот этих всех подарков детских, и покупка вот этой помады, и излишние там какие-то продукты, которые мы набрали, и пальцем тыкает мне в шкалу, значит, там в графу расходов в данном месяце, что оно перешло допустимый рубеж. У них в банках в Швейцарии тогда, по крайней мере, я все поняла прекрасно, он мне все это объясняет, я понимаю его. Он мне говорит, что я одинокий человек, у меня дом, значит, они в банке, в программе, мы, говорю, мы так далеки от всего этого. У них уже тогда, в 92-м году, это было как в порядке вещей, это вообще норма, это обязанность любой нормальной семьи была. Просто в какой-то все форме мне подавалось. Я сейчас бы с удовольствием, мне бы вот выгнали, и все, по крайней мере, я бы хотя бы посмотрела, было бы очень любопытно. А придерживаюсь ли я всего этого? Вряд ли, конечно. Но мне бы было любопытно, а может быть, даже и придерживалась бы. Речь о чем? Он в банке, закладывается программа, одинокий мужчина, 73 года, дом, двухэтажный, каменный, там столько-то комнат, столько-то плит, столько-то, значит, туалетных комнат и двер. Ну, допустим, да, там все это, галочки там, тын-тын-тын-тын-тын, отопление такое, отопление, печное отопление. В общем, все-все-все там прописывается, машины, три машины, значит, описывает такая, 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 значит, все-все-все абсолютно туда. Холост, он там пишет, холост. Ну, в общем, полное анкетирование, значит, его анкету, значит, в программу банковскую, и выползает вот эта синенькая бумажечка. Розовенькую он уже для меня сделал, эту бумажечку, когда я уже приехала. И там четко написано, расходы на жилье, расходы на бензин, расходы там за все вот эти свет, за воду, у них все это на счетчиках, все это там четко у них. С половины десятого льготный тариф, пожалуйста, мойте посуду и стирайте белье, потому что до этого все стоит. Все стоит, просто в машину заложили, в посудомоечную тоже все поставили, но не включают, до половины десятого. И, значит, он мне говорит, вот, вот, я, значит, все туда-сюда, он мне, значит, я это и машет передо мной. Я вот так вот закрылась, я прям не могу, он говорит, вот, значит, еще, я специально в банк пошел, значит, если я женат, значит, сколько на жену можно потратить, значит, все это. Ой, Господи, я там читала Библию, Господь меня многому там научил, я бы, может быть, столько времени и не потратила здесь в Союзе, читая и вразумляя себя. Если бы осталась здесь в текущей своей жизни, а там мне другого ничего не оставалось, кроме как молиться, читать. Я кремленам читала, тогда зачитывалась, как раз о семье, о браке, там, все это читала, читала, читала. Много там, что читала и молила Господа, просто, чтобы он мне помог как можно скорее оказаться дома. Это далеко не все. Следующая история будет, когда у меня появится возможность сесть и рассказать вам, что же было дальше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова